Здравствуйте, уважаемые товарищи! Я рад вас приветствовать на своем канале. Сегодня у нас субботишнее раннее утро, декабрьское. Я еду снимать для вас очередную серию про эконом-ремонт. Студии, 25 квадратных метров, приобретенной полтора года назад, или два уже фактически, у застройщика ООО РКСК. Их район называется Зеленый Бульвар. Еду сейчас за компаньоном, он мне будет помогать. Мы наняли организацию, которая будет нам подвешивать матовые белые потолки на 8 софитов. Вот, надеюсь, будет интересная серия, поэтому оставайтесь на канале. Сейчас мы подъедем, соберемся, и я буду по чуть-чуть, небольшой нарезка, снимать, как это происходит. Я в натяжении потолков, в съемке буду участвовать впервые. Ну, надеюсь, будет интересно. Друзья, вот мой напарник, Марина Юрьевна, и мы, друзья, в Зеленом Бульваре. Вот оно утро, утрешнее утро в Зеленом Бульваре. Ну, давайте не будем терять времени, мы идем. Уже нам звонили ребята, они уже подъехали. Здесь, с левой стороны, застройщик Восточный Луч, микрорайон постепенно застраивается. Кто знает, кто не знает, это территория бывших киплиц. Много здесь они лет существовали. Сейчас это все пространство активно застраивается. Вот, у Зеленого Бульвара, возможно, будет там дальше вторая половина. Вот здесь была четырехэтажная крыдая парковка, все очень круто. Очень крутая, друзья, придомовая территория. Я снимал уже до этого видео. Смотрите, пожалуйста. Вот, и вот эти вот дома здесь где-то, сколько здесь, 25 этажей, по-моему, это было. Сейчас около того. Вот, и мы идем вот в один из этих домов сейчас, друзья. Так, ну вот, друзья, смотрите. Мы здесь чуть-чуть прибрали. Так, помните, здесь покрашено на два слоя белой мощность. Вот, и зима, мудры, эмульсии. Ребята наши чуть-чуть ошиблись дома, выгрузились во втором доме, но они сейчас подойдут. Мы здесь сложили все вот это вот в кучу, чтобы был доступ к стенам, как бы по периметру. Вот, видите, вот такое утро на Зеленом Бульваре. Кстати, кто-то спрашивал, как будет у меня здесь запитанный роутер. Как, каким образом я собираюсь интернет скале спускать вниз куда-то или что? Нет, специально, друзья, для этого, смотрите, здесь сделана розетка, вот она. Эта розетка специальная, но она выполнена стандартам сечения, два слоя квадрата. Это сделано она для роутера. То есть роутер, видишь, выше повешается, и в него воткнется вот этот вот пачкорд. Ну, внизу розетка под что-то другое будет. Также в этом счастье внутри него находятся два UTP кабеля. Они пока не расшиты, а эти кабели нужны для того, чтобы работала вот эта вот розетка. Это под телевизор. И розетка, которая здесь на балконе, там она дашь, для ноутбука, там чего-то там еще. Вот, чтобы все это заработало, сетевая вот эта вот часть. Здесь сбоку будет еще маленький такой шкафчик, в котором будет неуправляемый коммутатор стоять. Вот, либо запихаем какой-то маленький прямо вот сюда. Но это все потом для первичного запуска, скажем так, квартиры. Ничего этого не нужно, будет все работать на Wi-Fi и так. Ну вот, прибыли у нас ребята. Я даже не ожидал, что столько всяких здесь надо иметь инструментов. Большой момент рекламы, друзья. Фирма Небосвод. Кирилл? Да. Делаем на зеленом бульваре 25 потолочки. Приглашайте, будем еще. Где еще делаете кроме бульвара? Везде. Везде делаем. Веспаски делаем, вусулистки делаем. Везде. Приглашайте, будем делать потолки. Класс, все. Ну, друзья, такая пассивная небольшая реклама у нас сегодня. Будем чуть-чуть подснимать, как я вам обещал. Но оставайтесь на канале, будет, наверное, интересный контент сегодня. Ну что, ребята, понеслось. Я здесь буду так в сторонке подснимать, под ноги не буду лезть. Кирилл профессионал в этом деле. Потолков сделано на зеленом бульваре уже в 100 тысяч миллионов этими руками. Ну и я, собственно говоря, впервые в жизни посмотрю, как это вообще происходит. Вообще, честно вам скажу, ни разу не видел, как собираются потолки. Догадываюсь, что они потом как-то термоусаживаются, потому что здесь берем газовое оборудование какое-то. Ну, будет интересно, наверное. Пылесборник. Это для перфоратора, да? Да, да. Это макитовский. Ну, уже дефицит перфораторов таких уже очень мало. Прям очень мало. Надо беречь. Понятно. Ну, чистить фильтр, понятно. Чистить фильтр, смазывать. А, понятно. А он отсюда как-то улавливает, да? Ну, сейчас покажу наглядно. Под лазер-место найдем, чтобы вовсе в сторону лубило. Примерно здесь. Ну, да, чисто получается. Получил. Ну, да, получается, это точка, где мы будем, да, метко, где мы будем гурить. Ну, сейчас он будет лучше видно со временем. Пятний, а... Очень помечаем, и всякий случай, чтобы мало лечет, всякое же бывает. Но обычно лазер-место и весь монтаж. Все. 360 градусов, кроме одного просвета, и за платформой. Угу. Получается. Самое первое, друзья, что мы начинаем, это наклеивание пленки, чтобы было более чистый ремонт проходил, чтобы не запахнет чуть-чуть. Она клеится, как я понимаю, по целому периметру, да? Да, везде. Но в ванной комнате вообще всегда клеим, чтобы меньше уборки было. И людям приятно. Клеим ниже лазера, потому что это место, где мы будем бурить, а чтобы профиль не перекрывал пленку, чтобы потом уже было пленку снять без применения физической силы, так сказать. Ну, вот по периметру пленочку мы наклеили, и сейчас она аккуратненько вот так вот разматывается. По задумке она будет до самого потолкового пола заходить и закрывать стену. Это, друзья, очень круто, это очень такой важный момент. Все провода включаются все вниз, да? Мы можем... Да, они... Вот такие груз-грузки, ну, а здесь вот можем, да, бурить. Текущий этап, друзья, разметка под софиты, под лампочки. Как вы видите, вот это все засверлено, Кирилл все засверлен полностью по кругу, все отверстия готовы. Сейчас будет разметка под софиты, потом, видимо, чопики. Я не знаю, там, как Кирилл пишет. Ну, вот в таком, примерно, стоятке идет установка потолкового на сегодня. Жарковато немного. Еще пока не жарковато. Еще не жарковато? Еще нормально, да-да-да. Все в ноги. Жарковато будет, когда мы вот это включим, да? Да, жарковато будет, да-да-да. Можете сразу брать вас и кайфовать. Следующий этап, вгоняем все-таки. Отверстие 1,6, да, наверное, Кирилл? Да, 6 миллиметров. 6 миллиметров. Еще лифте получается у нас 35-й. Потому что профиль сантиметр занимает. Шурупы 41-й. Итак, разметка нанесена. Все щетки заколочены. Полностью нанесена разметка. Разметка, друзья, на фаре того, чтобы прикручивать потом крови. Потому что отверстие, видно, уже не будет. Правильно, вперед? Да, да. Сейчас будет переход небольшой. Процесс идет. Наливаем сиек. Ставим канал на паузу. Берем еду. Следующий этап, товарищи, это профиль ПВХ. Кирилл, как называется компания? Компания SkyDV у нас в Вадивостоке. Его прямо здесь делают, да? Да, прямо здесь в Вадивостоке. Все, мы покупаем в потолочных организациях. Есть алюминиевый профилей, есть пластмассовый. Пластмассовый, ничем не хуже. Все так же потолки держатся. Служу верой, правда. Так что проблем нет. Все, подрезаем. Теперь угол. Я работаю с лошадниками по полипропилену. Ничего такого, в принципе, страшного в этом нет. И все. Сделаем на вкус. Первый угол. Нагружаем сумку инструментом. Берем винтовер. Хорошая штука, вот, бита с направляющей. Советую. Все, шуруп проглотился. Даже, будь какой шуруп кривой, не кривой, он не слетит, не собьется. Компания Zubr делает. Должен быть немного зубов. Ну, в пределах 500 рублей, но ты крутишь около 8000 шурупов, так что страха нет. Все. На профиле есть риска. Мы лазер с ней стыкуем и вкручиваем саморез. Все. Первый прикрутили, он уже никуда не денется, профиль. И погнали. Дальше распределять. Подгоняем по лазеру. Может казаться, что он немного кривой, но когда потом затянется, вообще ничего из-за не будет. Понятненько. Это мы первый кусочек прицепили, друзья. Вот так что-то выглядит. Потихонечку работа идет. Уже переходим на эту стену постепенно. Следующий укор. Можно сказать, можно сказать, заключительный почти этап уже. Я там по периметру покажу чуть-чуть. Уже почти все готово. Кроме саму дела. Ну, до саму дела тоже доберемся. Вот. А потом, видимо, период будет делать, видимо, эти планы, наверное, да? Да, сейчас еще время позволяет. Алку докрутим. А, давайте, пофильм, да. И в туалет проследуется. В туалете у нас еще пока мы ничего не делали. Все включим здесь. Здесь будет два софита. Напомню вам, здесь будет прихожий тоже два. Они будут включаться раздельно. В туалете одной клавишке будет включаться два софита. Двуклавичный выключатель стоит на комнату. Здесь будет параллель по две лампы, значит. Переходим на санузел. Здесь комната готова, можно сказать. Выбираем самую нижнюю точку, тот кабель. Ну да, у нас с этого кабеля получается. Ну и за коробки. Коробки, да, по-хорошему. Ну, если бы не было этого кабеля, можно было его вот так уже потолок натянуть. Все было бы хорошо, но... Из-за него мы вынуждены чуть-чуть приопустить потолок. В санузле точно так же, как в комнате, облеиваем пленкой, чтобы меньше потом вытирать. Хотя, если кенту можно помыть, грубо говоря, ну, проще защитить ее. Ну вот. Прорезаем в проход. Все в пленке. Натягиваем потолок, так что засекающее время, товарищ подписчик. Осталось всего ничего. Да, вставьте байки. Профиляно грудим, вставьте байки. Смотрите, наслаждайтесь процессом. Магнеточки делаем, как в прошлый раз. Тут лазер лучше видно, цвета меньше падает. Вообще совет, красный лазер поменять или зеленый. И будет он часть в любой ситуации. Начинается разметка профиля. Для санузла сейчас будем его отмерять, откусывать, надкусывать. В общем. Скоро наш профиль санкнется. Вот так вот, друзья, видите? Вы думаете, что потолки так вот приехал, раскатал за час и все? Это работа на самом деле. Вроде как худеть должен, а что-то не худеет. Спроси, миссия. Следующий этап, это мы готовим платформы под эти, софиты. Забыл, как называется, GX53, соколь, по-моему, да? Будем, да, делать софиты. Соколем GX53 делает металлическая основа. Лампочка неправильная, длина 4,4-4, на 12 ватт. Итого, мы изготовили вот таких вот 8 площадок. Сейчас будем что-нибудь прикручить, получается, да? Похоже, сейчас. Похоже, да? В полной темноте крутим платформы, крутим платформы на заранее подготовленные отверстия. Крутим платформы. Платформы на двух подвесах для более, так сказать, гибкого монтажа. Мало ли, сантиметр влево, сантиметр влево, сантиметр влево, сантиметр влево, у нас есть возможность все это сделать. Стандартные софиты GX53 очень распространены во всех регионах России, куда, мне кажется, и мира. В Китае, наверное, тоже. Простой легкий монтаж, демонтаж лампочки, все. Не надо снимать цоколь. Ну да, легко раз. Все, как таблетка. Цветит очень хорошо, рассеянный свет. Очень много света даже от двух лампочек будет вполне достаточно для сам узла. Что это сейчас будет? Это с этим, с газом. Сейчас курсия мы с газом сейчас будем работать. Что, Китае реально от нее жарит, да, прямо хорошо? Ну да, сейчас проверим. Так, сейчас я... 553-й? Запомнил, сколько. А, это что означает? Сколько уже потолков заказал? А, да? Ну, они так считают, да, там много, с самого начала, как начинал. Понятно. МСД себя уже давно зарекомендовала. Похоже на дубной матрас. Он похоже, знаешь, на чтеный, просто на клеенку. Ну да, на дубной матрас. Без запаха. Без запаха. Ну что, что-то понюхать. Давай, нюхай. Нет, ну, легкий запах присутствует, но это... Ну, потому что материалы, она... Новый материал, потому что... Нет, я ничего не плачу, потому что я так сложила. Ну, это же ПВХ, конечно. Пластик. Ты что, не мешаешь? Нет, я не мешаю, я туда не лезу. У него есть этот перед-зад? Да, да. У него есть угол. Вот он момент, если... Теперь я понимаю, как это делает один человек. Вот в чем хитрость. Этот секрет был скрыт на почти 41 код от меня. Вау, класс, вообще, смотри. Ну, как, варит? Да, нормалек, нормалек. Получается, там прищепочки, друзья, третья рука. Так, еще мы сейчас делаем нагреванные, да? А что это дает? Гибкости и какую-то, да? Да, стичность. Гластичность? Полотно тяжело тянется, надо разогреть. А потом... А может быть, это кто-то говорит? Нет. Не надо. Потом, после нагрева, она обратно все, вот, в сторону принимает жесткий уже барабан. Так, ну, мы греем, получается, пропаном, да? Барабан, да. Российский барабан. А, видно, кстати, что она стала более эластичной, стала. Все, и погнали. Как круто. Подогрели замок, чтобы эластичный стал. И сначала углы. Народу-то именно вот это интересно, они думают, как это происходит. То есть она вот этими штуками... Все, там замок. Все, там, грубо говоря, замок, ты вставляешь гарпун, вот эта вот штучка белая, бежевая. Это гарпун. Понятно. Это, грубо говоря, за что она держит? Понятно. Я думал, она обрезается как-то там поперенеку, потом... Нет, другие потолки, где тканевые ткани будут, да, обрезаются. Потолки заранее замеряются. Что, куда-то поднуть, куда-то? Да, у розетки куда-то ходит, что она постоянно горгает. Куда, где у нас розетки? Вилка слишком, короче, тонкая. Сейчас лучше полотно прогреешь, тем прочим, он так, что лучше посетить минуту две-три и прогреву, чтобы полноценно можно было тянуть на полок. Маленькие потолки попроще тянутся большой, где-то просто больше греть, больше работы. Начинаешь под лод, да, получается? Ну, всегда углы на нас скидываешь. Ну, иногда, если фоната большая, грубо говоря, ты идешь в коридор, потом там кухня, потом зал по ходовой, ну, какой нечасто. Обычно, да. Сначала углы. Ну, вот, ну, уже подозревает уже. Не такой податливый. Так вот, приходится, помаленько. Магия получно убегается. Вина огонь, ну. Ручка вот сломалась. Новую. Ничего, это рабочий момент. Работая. Отдевает. Потолки можно сжечь. Поэтому, если не стоит слишком сильно долго греть одно место, по-правильному надо пушку включить, прогреть, ну, тогда больших холодных помещений. Тут, в принципе, страха нет. Можно все по месту сделать. Короче, друзья, каким образом это все потихонечку натягивается, вставляется, опять подогревается, опять растягивается, вставляется. Чуть-чуть снимаем пленку, потому что нам надо по периметру окантовку сделать, а потом будет из-под окантовки снимать. Отдевается кольцо? Ну, по-хорошему, перед, вообще, самым началом монтажа, проверять лучше софиты, потому что бывает всякое. Бывает один тоже софит, но разный производитель и разные размеры колец, чтобы потом ничего не получилось. То есть, в идеале, как бы, должно кольцо через пружинку пролазить легко. А какую функцию кольцо выполняет? Задерживает на себе этот? Кольцо выполняет функцию сдерживания разрыва потолка. То есть, мы приклеили, и все, это уже место, грубо говоря, не пойдет дальше на разрыв. Не будет у нас происходить момента порванного потолка в будущем. То есть, мы клеим, вырезаем, вставляем софить. Понятно, сейчас посмотрим. Все, вот рукой нащупываем его. Специально заранее его повыше поднимаю сюда, чтобы он не мешал ему трубу. Все, там, центр отмерил, центр проверил. Все, там, плюс-минус, должно все совпадать. Вот здесь, получается, чуть-чуть мы сместили. Но, из-за того, что у нас гибкий подвес, мы можем спокойно переместить хоть на 5, хоть на 6, на 7 сантиметров влево-вправо. Поэтому надо всегда делать с запасом подвеса, чтобы в будущем был шанс исправить ситуацию. Потому что мастер может поджать под это все дело и не проконтролировать. И потом будет инцидент. Берем клеем кольцо. Клей моментально схватывается. Ждать какое-то определенное время. Можно, конечно, из-за их много софитов. Ну, чтобы лишнее движение не делать, берем, можно вот так вот провести уже, чтобы 100% прилегание было. Но после этого уже, в принципе, все нормально. Берем и вырезаем по контуру. Все, как все приклеено. Эту чай лучше, она все на плею, не лучше вот так скомкать, потому что если вы бросаете на пол, как я, лучше пускай это к полу не прилетит. Ну да. Все, у нас тут варки уже подготовлены, заранее сделаны эти. Все, вагу открываем, вставляем в другую вагу, открываем, вставляем. Ну что же, друзья, смотрите, я сразу не заперли, сделал немножко не то действие. Ну вот он, первый софит в этой квартире, друзья. Ну и продолжаем процесс такой же. Все, отмеряем длину, ширину, все, стены, одинаковые расстояния, чтобы садиты все были. В строчку. Если много софитов, то используем лазер, чтобы все софитная линия была по лазеру. Ну, два софита. Как мне сказал один мой напарник, он говорит, две точки не могут быть ни в строчку. Так что... Ну понятно, согласен. Но мы все равно проверяемся, да, потому что люди нам доверяют, мы не должны их подвести и сделать все качественно. Красно, грамотно и красиво. А что за клей? 501-й, корейский вроде, корейский. Ну, это типа как суперклей, да? Да, и латает. Ну, обычно крейс сразу схватывается, в этом нет нужды. Ну, так, для стопроцентной уверенности, так сказать. Все подтягиваем, то есть потолок имеет свойство провисать, поэтому платформа должна быть гибкая. Все, кремля скинули. Сейчас у нас сразу софит загорится, потому что он под напряжением. Там надо включить? Не надо ничего. Это не страшно. Все. Ноль включили, фазу подали. Все, второй софит готов. Кабеля. Забросили. Ну, все, друзья. Ну, что же. Что думаете по этому поводу? Пишите, пожалуйста, в комментариях. Давайте. Вот здесь вот такая вот я снизу снимаю. В ванной комнате два софитика. Да. Белый потолок, белые стены. Где-то чуть-чуть, может быть, пододрем, потом капельку где-то подкрасим там. Где-то я уже ногой швархнул там внизу два раза вон там за углом, где печка там. Да я сапогами зацепил. Друзья, вот получается вот такой результат. Это еще периметр мне обклеен пленкой. Или как это там? Не, профилем специально. Угу. Коробка с оконтовкой белой. Угу. Белый потолок, белая оконтовка. Криво, чаще всего заказывают пленку потолочную, блестящую гилематовую чаще всего. Вот последний год уже все на матовую берегу. Не нравится, что блестит, да? Глянность уже уходит из моды. Мат, 95% мат. Потом сатин идет и там 1% глянца. А сатин это что это, как? Сатин это смесь глянца гилемата, грубо говоря. То есть как бы у него нет сатина, он идеально, как вот листа А4 бумаги. Понятно. Идеально. Если, по сути, у мата видно, у вас как лист. Рукой чувствуется. А вот сатин он просто идеально ровный. Но у него глить кинучий вид. Понятно. То есть как бы если, то есть... Тихий, чтобы приковал, лучше мата выбрать. Чтобы у мата меньше глить. Заказываем специальные эти. Беспособа, чтобы все проще было не руками вставлять. стены не пачкать доходим до угла запасом чтобы потом окантовка не отходила потому что очень часто процесс когда со временем окантовка начинает поэтому запасом заранее лучше она гибкая и можно наоборот обратно отодвинуть это будет лучше чем мы ее будем тянуть когда мы так натянем сильно со временем он отойдет там базе внутри вот задняя стенка на шершавые здесь вот тоже зубчики вот вниз видно макро-съемки зубчики держат монтаж в комнате продолжается кирилл сделал здесь у меня проводку раскидал софитов на одну клавишу и уже почти сделано на вторую клавишу прихожей платформы под вам закреплены уже здесь опроводка сделана коробки распределительные закрыты здесь больше ничего делаться не будет итак друзья у нас здесь все готово все подготовлено уже все мероприятие все сделаны осталось скажем так натянуть пленку вот кирилл ее уже размотал это ее конец это большой кусок здесь натянуты веревки третья рука крокодильчики запахла пропана макро-съемки Играет музыка. Линию четкую под софиты. Чтобы эстетически смотрелось ровно все. Самое главное попасть точно в цель. А то разметить, то разметить. Наклеить. Тоже надо. Да будет свет, сказал. Монтер. И софит. Фосфоровый монтер. О! Устанавливаем вот такие лампы Optima GX-53, 12 Ватт вернее. Ну что друзья, вот такой вот у нас получился в свет в комнате. А здесь вот в открытом пространстве 6 ламп, в туалете, ну в санузле еще 2. Вот мы тут думаем, вроде бы как нормально по количеству. Удаление пленки делаем, она уже не нужна. Ну даже больше не нужна, она будет мешать, вставлять все сюда вот этот материал. Самая финальная, чистовая часть, можно сказать, укладка этого всего. Итак, друзья. Вот такой у нас получился результат. Как вам? Пишите комментарии. Мне вообще очень нравится. Всю эту красоту сделал Кирилл. Вот он, это он. Небосвод называется у него предприятие. Пожалуйста, такая активная реклама, да. И телефон. Это настоящий действующий телефон. Пожалуйста, набирайте. Вот. Хочу сказать, что она в микрорайоне Зеленый Бульвар. И ремонт сделана уже несколько сотен паркет. Вот. И не только на Зеленом Бульваре. И вы видите, какой результат. Это реальное кино. Реальные работы. Реального человека, который не просто сидит в офисе, а работает руками. Друзья. Делайте выводы. Созванивайтесь. Договаривайтесь. И у вас будет то же самое, что у нас. Ну вот. Так что очередная серия по съемке ремонта на Зеленом Бульваре подходит к концу, ребята. Вот. Всем спасибо за просмотр. Пока.